Добрый день! Сегодня мы рассмотрим Клок от компании Чиимофанги, который был обещан много лет назад и наконец-то он начал продаваться. Достаточно инновационная головоломка, давайте разбираться. Коробочка вот такая прямоугольная, лаконичная, открывается как коробка конфет. Сам Клок на подставке. И какие-то карточки. Клок, Клок, Клок. Тот, кто придумал Клок, видимо. Он не придумал, а именно дизайнер Клока Мофанга. Может быть и нет. Здесь коротенькая инструкция, которая мало кому нужна. Но она тут есть. Для тех, кто не умеет собирать Клок, по ссылке в описании можете найти подробное обучающее видео. Все, с коробкой ничего интересного. Сам Клок. И сзади вы можете заметить еще четыре его друга. Там из них три магнитных и один самый первый прототип. Сам Клок имеет точно такой же размер, как и Лингао. Единственное его отличие, механический, внешний, это то, что кнопки выступают гораздо дальше, чем у Лингао. Это сильно заметно. А так, габариты те же, форма та же. Ну, естественно, более стильный дизайн бросается в глаза. Это сразу видно. Напомню, что до этого все Клоки обычно модифицировались. И серийный магнитный Клок именно от компании Сэнксо пошел первый. Ну, я не помню, кто из них раньше. По-моему, Сэнксо выпустила свой Клок раньше. Кроме, этот у меня уже лежит два месяца, а отчьи несколько дней всего лишь. Другие магнитные Клоки – это модификации умельцами. То есть, берется обычный Клок Лингао и дорабатывается, добавляет сюда магниты. И получаются уже магнитные быстрые Клоки. Это вообще один из самых первых Клоков в России. Это Сайбер Клок, тоже хороший. Это обычный Лингао. Изначально я планировал сначала снимать видео по Клоку Сэнксо, но, как я уже где-то упоминал, мне его прислали бракованный. Не то, чтобы он был сломанный, но в Клоке, как Лингао, так и Сэнксо, который является лишь доработкой обычного Клока Лингао, есть два типа шестеренок. Вот такая шестеренка угловая. И шестеренка, которая состоит из двух дисков, вот как сейчас на картинке, и между ними пружинка. Такие шестеренки должны быть на ребрах и на центре, если не ошибаюсь. У меня же вместо одной с пружинками была вот такая. Ну и соответственно Клок не вращается так, как ему положено. Обещали вроде исправить эту ситуацию, но посмотрим. Так, полноценный обзор, не знаю будет или нет, детали либо новый Клок мне пришлют, возможно видео сниму. Но по отзывам большинства людей, кто его уже тестировал, это хороший Клок, но он примерно того же уровня, что хорошая модификация. То есть сейчас можно понимать, что есть всего два серийных Клока, которые заслуживают внимания. Это Клок Сэнксо и Клок Чи. Бюджетная версия и дорогая версия. В Клоке от Сэнксо впервые реализована возможность разбирать и собирать Клок много раз, не ломая его при этом. В предыдущей модификации держались на изоленте. И это конечно особо не мешало его вращать, но все-таки когда можно разобрать и собрать не ломая, это гораздо приятнее. У Клок и Чи это естественно тоже есть, но в отличие от Сэнксо, где просто болтик вонцается куда-то в корпус, здесь болтик и гаечка с другой стороны, что по мне, ну не знаю, так себе решение, так как эти гайки отделяются от корпуса и их можно потерять. Возможно стоило их как-то либо вмонтировать в корпус, ну чтобы они были не раздельны. Здесь как бы открутить, разделить, смазать, проверить и закрутить обратно и ничего не потерять. Ну это мое мнение. Все это не важно по сравнению с тем, как вращается этот Клок. Как я где-то видел, будут отдельно продаваться цветные накладки других цветов, то есть как сделано вот в модификациях разноцветные, а это уже MoFang сами серийно их будут выпускать. Ну пока в продаже не видел, где-то там пока в новостях. Вращение. Оно, ну можно сказать, идеальное. То есть это Клок, который многократно превосходит все, что здесь стоит. Да, есть дорогие Клоки, есть дешевые Клоки, но этот Клок вращается лучше всех моделей, которые довелось мне держать в руках. И на скрамблинге, и где-то еще это идеальный механизм. Иногда кажется, что он слишком быстрый и хочется немного добавить туда густой смазки. Но не знаю, пока обошлись без этого, возможно впоследствии придется. Будет видно. Если взять тот же Клок с Инксо с завода, он крутится плохо, даже если он приходит и исправный. Я, кстати, не знаю, был ли у кого-то еще подобный дефект. Возможно только у меня. Но, опять же, по чужим отзывам, с завода его нужно смазать, покрутить, притереть. И тогда он будет вращаться хорошо. И на нем можно собирать быстрее, чем время мирового рекорда, что Дима Гундин неоднократно уже доказывал. Здесь же с завода все крутится идеально. Мне не пришлось залезать внутрь, что-то там исправлять. Все вращается хорошо. Напомню, что целью этой головоломки является поставить все стрелочки на 12. Ну, 12 здесь в виде значка паузы выглядит. Вот на белом фоне лучше видно. Остальные циферки, ну, точками, черточками показаны. Ну, минималистично, но не мешает собирать. У самого Лингау здесь стоят 12 и точечки по контуру. По крайней мере, визуально выглядит, что стрелочка не нарисована, а именно как деталька из пластика. Что, наверное, хорошо. Ну, по крайней мере, выглядит приятно. Давайте помешаем. Вращается быстро и достаточно шумно. Но оно того стоит. Я не являюсь профессиональным сборщиком Клока. Практически никогда дома его не тренирую. Единственное, когда CyberClock тестировал, я сделал соточку дома, открутил на соревнованиях. Я обычно перед раундом его покручу и уже делаю свою сборку. Но, тем не менее, у меня результат официальный в районе там 18-19 секунд РВГ был. И соточку меньше 20 секунд я на CyberClock делал. То ли 18, то ли 19, точно не помню. Сделав первую сотку здесь, я сразу добился 16. Со второй сотки был уже меньше 15. Сейчас там где-то сборок 220. Просто не хотелось его выпускать из рук. Но там уже 14 с чем-то. Сотка. Именно среднее время. То есть даже не профессионал, такой как я, любитель, может на этой головоломке собирать быстро. То есть меньше 15 секунд методом для начинающих. То есть я не использую каких-то там супер мудрых просчетов, X-кроссов, ничего. То есть как в методе для начинающих. Одну стрелочку, вторую стрелочку. Вот так вот все это на 12, перехватить и так далее. И именно вот таким методом можно собирать меньше 15 секунд без особых тренировок. Вот так вот собирается этот клок. Если вы хотите клок и не хотите ничего там настраивать, с ним возиться, то это, наверное, отличный вариант. Да, он дорогой. Да, он в России стоит больше 2000. В Китае можно где-то 1750-1800 его приобрести. Вот как мне достался. 1740, по-моему. Но он того стоит. Вы здесь не переплачиваете за кучу дополнительных деталей, сменных пружинок и прочего. Здесь много магнитов. Их здесь 204. Каждая шестерянка, как вы видите сейчас на картинке, имеет магнит. Здесь нет пружин, как в Шингшоу, в Лингау и где-то там еще. Я так понимаю, в Батай, в Рубиксе была похожая система. Это, да, стоит чуть дороже внутренность. Но оно того стоит. Это лучший клок современности. Да, можно собирать меньше 5 секунд и на клоке и Лингау модифицированном, и на Сингсоу, и на чем угодно. Но это если вы умеете его настраивать. А если вы не умеете, то Чи и Клок как раз для вас. Ну, естественно, профессионалы тоже его оценят. Я вообще впервые разобрал клок, когда ко мне приехал Шингшоу, и он не крутился. Да, я только тогда понял, как у нас здесь все устроено. Я все пытался найти в нем какую-то поломку, но все было на месте, все вращалось, но почему-то вращалось не так, как должно. Но я имею инженерное образование, и ни одно никак не мог понять, в чем же проблема, пока не заметил, что вот эта деталька просто не та. Она не сломана, а просто не та. И должна быть из двух дисков и с пружинкой. Здесь же все вот эти вот циферблаты, они, как я понимаю, одинаковые, к примеру, на вид. И между ними тоже есть шестереночки. И все это вращается, и вращается очень хорошо. Ну, опять же, если одну кнопочку поднять, она вращается попроще. Чуть-чуть потяжелее, еще чуть потяжелее, и все четыре с максимальным усилием. Но что четыре, что одну кнопку можно провернуть на целый оборот при желании. На целый не всегда получается четыре, но если сильно постараться, можно даже и больше. Ну, если один, то почаще. Это никак не мешает при сборке. Все собирается отлично, все собирается хорошо. Давайте еще разов перемешаем, соберем и будем на этом заканчивать. Даже перемешивать этот клок в разы приятнее, чем все остальные. Мне вот особенно не нравилось скрамлить клок. На кубики, там все точно. Руки делают сами, можно на голову не смотреть. Здесь же нужно попадать. И когда надо там какое-нибудь движение 6 сделать, я считаю щелчки. И на плохих клоках это, соответственно, делалось не так приятно. Здесь же все хорошо, все отлично. Да, если мы вспомним старые добрые времена, клок считался не очень популярным головоломкой. Все из-за того, что он был плохой. Да, и добивались каких-то хороших результатов только тех, кто умел его модифицировать. Сейчас же с клоком от ЧИИ, который, ну, в принципе, доступен всем. Ну, можно и с НКСО взять. Хорошие качества стало доступнее. И различные магнитные модификации от многих магазинов, которые стоят примерно столько же, наверное, все-таки будут уступать. Ну, опять же, дело вкуса, но мне вот это нравится гораздо больше. Ну, и давайте сделаем крайнюю сборку и на этом завершим. Так, так, никаких экскроссов, ничего. Сразу, там все-таки один был. И вот так. Кстати, насчет вот этой подставки. Кем-то были озвучены мысли, что это, наверное, будет удобно на соревнованиях. То есть, обычно клок ставим, чтобы кнопки не меняли свое положение. А это можно будет ставить на подставку. Не знаю, разрешат ли это делегаты. Надо у них оточнить. Если кто-то из делегатов смотрит, напишите в комментариях. Ну, по идее, можно, да, заскрамблить. Потом, когда сняли накрывашку, вот так вот в сторону и бросать. Если не убрать и бросить на нее, то можно что-то с клоком еще как-то его повредить. Ну, наверное. Ну, в принципе, не знаю вообще ли разрешат это использовать на соревнованиях. Ну, чтобы стоять на полочке. Это очень даже хорошо. И, кстати, по поводу делегатов. Первое, что я проверил на этом клоке, это вот падают ли кнопки. Да, падают. Да, но чтобы это сделать, нужно как следует тряхнуть. Основная проблема, почему начали махнить, в принципе, клоки, это то, что вот эти кнопочки, они со временем разрабатываются и не держатся. То есть, пока их несут из зоны скрамблинга, участнику они уже меняют свое положение. А и потом из-за этого приходилось давать экстра сборки и всякое такое. Здесь же я не думаю, что оно упадет. И планировали или уже отказались от того, чтобы следить за положением кнопок на официальных сборках на ВЦА-чемпионатах. Точно не помню, но, к примеру, точно собирались. Утвердили это или нет, точно не скажу. Опять же, делегаты, поправьте меня, ну или клокеры, кто за этим следит. А на этом все. Отличный клок. Рекомендую всем. Всем спасибо. Всем пока.